дорогие друзья здравствуйте с вами валерий бусыновский значит ребят в школе часто возникали возникают вопросы по пайчаром связи с тем что она платная ребята хотели бы иметь бесплатный инструмент для разработки именно джанга давайте коснемся еще пайчаром значит смотрите набираем пайчаром и вот здесь обратите внимание что у вас когда долланд до вас здесь есть две версии то есть в любом случае вы можете скачать себе коммунити версию да и то что касается python чистого без джанга на нем все все будет отлично разрабатываться да потому что джанга поддерживает профессиональное а вот здесь мы с вами заменим мне очень понравилось и 1 и 2 дальше я создал рубрику в группе и d кто-то что-то найдет будете рассказывать значит мы с вами я покажу основные принципы запуска проекта на джанга subline subline и visual studio да вижу в с visual studio коды да она бесплатная тоже отлично все поддерживает я проверил даже отлично в ней и но да работает и python и и все что хочешь короче давайте так по сути дела это будет пару видео я покажу основы а дальше вы разберетесь и будете уже сбрасывать кто там свои какие-то методы нашел использование уже наработаете и и вас не остановить будет я рассказываю для ubuntu ребят надеюсь что все таки когда вы делаете уже уроки по школе по серверу вы уже перешли на линукс я очень настоятельно рекомендую хватит вот этих каких-то там отмазок не так ставится не так работает ребят надо потрудиться конечно это придется великолепно потрудиться чтобы работал все как вам надо но я лично не представляю если вы будете работать набегами то есть серверов толку не будет и и грубо говоря не известно что будет вообще поэтому вот мне понравился парень парень который сразу взялся за дело вот он пришел в школу с казахстана по моему я вам буду добавлять эти ссылочки по ходу все поставил ubuntu 1804 расписал для себя что делать и пошел делать все без всяких там каких-то вещей второй парень написал что да там то 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 не получается но я не сдамся но единственное что я могу написать это не сдавайтесь почему потому что нельзя сдаваться тогда все будет действительно классно работать и так ладно чтобы там не давать какие-то ссылки поэтому просто набираем она есть кстати и думаю в центре устал соблайн и там будет какая у вас версия и быстро вы найдете добавить репозиторий там добавить ключ и просто установить потом сюда апинстал давайте я все это дело скопирую и вставлю сейчас у вас должен стоять python 3 и вен в да то есть среда для создания виртуальных окружений для участников школе я дам курс сейчас покажу почему это удобно вам надо будет установить пип виртуальный в и виртуальный в рапор любом случае если вы это не хотите устанавливать то по крайней мере можно установить примерно так опять же дам вот курс либо будет в описании попроще либо сюда get install python 3 вен вэ и создание окружения создается python 3 н вен вэ команды и дальше вен вэ это название ваше ваше виртуальное окружение вот это для windows для windows рекомендую гид командную строку скачать человеческую до что были слэш нормальные вправо по-людски иначе запутаетесь но это мне не подходит поэтому кто в школе вот это вот проделать мы делали на сервере но это без разницы на сервере или вы будете делать любом другом линукс вот чем суть когда вы устанавливаете вот это вот дополнение у вас получается при открытии терминала есть ключевое слово ворком и принципе сразу показывает ой не так вел и сразу показывает все виртуальное окружение неважно с какого места вы выбираете потому что там в уроке написано как все это сделать у вас будет папка и н в и и откуда вы не создавали у вас будет создаваться в одной папке все виртуальное окружение ну а создание самой виртуальное окружение довольно просто для питом 3 то есть грубо говоря мы берем давайте для нашего теста создадим и будем этим же пользоваться при визу visual studio да грубо говоря вот это вот команда назовем мы наше виртуальное окружение сейчас и д ну так и д и н в и потом я его удалю и д и н в мы и д рассматриваем и нажимаем enter все виртуальное окружение создалось если мы пошла инициализация установился стоп тульс пип хал да и если мы сейчас откроем и н в то мы обязательно найдем здесь это виртуальное окружение поэтому те уроки надо проделать и не дурить себе голову и н в и далее сразу она активировалась но в принципе мы можем активировать и всегда по-другому деактивировать деактиваты те активейт все деактивировали далее посмотреть виртуальное окружение как я забыл когда забыли да ну что питон должен быть установлен это однозначно это я надеюсь вы понимаете все да воркан дальше должна работать обычно дописка или авто завершение по нажатию tab ну например вводим воркан дальше и d и d ввели нажали tab она сама дописала да если нет похожих то она напишет и активировали все теперь мы можем создать открыть саблайн текст до файл ну допустим мы сделаем не него файл new я не вижу folder но неважно создадим папку вручную где хотите где вам удобно создайте папку пусть это будет проект называется и д пусть у нас будет идей называться потому что я всегда рекомендую виртуальное окружение и проект называть одинаково чтобы потом не чесать репу а что у меня это за виртуальное окружение то есть если проект на и д то проект называется и д а виртуальном окружении добавляем три буквы и н в что что для нас будет говорить что это виртуальное окружение но тогда когда у вас будет десяток виртуальных окружений вы не будете чесать затылок и думать а хрен его знает откуда где мне что так четко понятно это к тому проекту это к этому создадим папку вот она и д и теперь саблайн вы установили первым делом саблайне вот что надо сделать первым делом саблайне нам надо так набираем саблайн текст подсказывать контрол то есть вы его сразу найдете подсказывать контрол саблайн текст далее вот у вас есть ссылочка install new здесь есть саблайн текст 3 тупо просто копируем это далее я сейчас это не буду делать это у меня проделано далее сейчас я посмотрю где секунду шов консоль значит вив шов консоль а сейчас уже хайд а у вас будет шов консоль тупо вставляем сюда этот текст нажимаем enter перезагружаем среду ну пусть оно там закачается и после этого у вас будет установлен контроль для установки то есть грубо говоря будет у вас подготовлена саблайн для установки плагинов да беру и у вас начинают тогда работать рабочие клавиши ctrl shift p нажимаем хотим установить по плагину вводим install да install и буквочку п допустим ну вот п когда не показывается да install паскада да то есть берем просто тупо нажимаем если сразу не сработал то любом случае следующий раз при нажатии она обязательно ну начнёт срабатывать и далее нам просто надо вести да допустим вводим джанго у нас выдадуются библиотеки доступные для джанго у меня просто есть установленные плагины уже ну давайте а если удалить плагин remove так 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 стоп-стоп-стоп забыл дать что потом разберете что закройте римов до паскады контуры римов римов пакет и ставите да вот у меня установлена допустим джанга менеджер команд да я установил тут посмотреть джанга такс джанга текст джанга менеджер команд я вас крипт джанера в общем то дальше уже дело гугла просто наберете собак с облаем текст плюс питон лучшие приложения ну допустим давайте удалим джанга менеджер команды внизу мы видим пошло удаляться теперь когда удалено мы можем поставить install и если наберем джанга джанга менеджер команд вот она будет да вот она внизу там пошло ставится вы увидите бегает все и по сути дело вы если открыть открыть настройки то вы увидите все команды не удаляйте вот это всегда обычно бывает и много текста чувство после установки плагина скопируйте и почитайте потому что зачастую здесь пишут горячие клавицы значится вот было написано control shift а джанга да сейчас у меня ничего не открыто поэтому вот кустом команд это любые команды то есть открывается строкайте мы можем нажать python менеджер пай там маки migration control shift а или там шел да нету почему потому что менеджера нету но все равно я этим не пользуюсь потому что ну можно вы можете пользоваться тоже удобно control shift а и дальше но сейчас мы попробуем да db shell вот лиц мигрейшен маки мигрейшен миграты migrate up в общем все команды но если не хватает то я говорю кустом команды все тогда команды любые джанга обычные да как которые у нас есть маки мигрейшен мигрейты там куча других команд которые мы изучаем в школе есть в жанга документации это разобрались теперь давайте создадим проект и откроем папочку нашу где вы ее сохраняли да мы создали с вами и d до открыть вы знаете есть хорошее еще очень интересное приложение вот так же установите только она называется терминус вот не терминал я тут и терминалов там терминус но грубо говоря если мы и везде есть команды это уже почитаете да потом в общем управление так control shift п вводим чувство терминус вот вот тоггл панель и у нас получается воркан и далее мы пишем смотрите у нас получилась нормальная среда то есть терминал открылся вот здесь прямо да и у нас может быть еще открыты здесь терминал просто допустим здесь мы будем запускать рун сервер теперь нам надо проект папка вот это у нас открыта виртуальное окружение активировано ну давайте установим пип install джанга джанга либо так последнюю либо равно и пишем версию и ставим все пошло устанавливаться шанга джанга пип install пилот библиотека обработки изображений ну и пока хватит для начала нам хватит далее здесь мы можем сразу сразу установить джанга джанга админ пай тарт прожект и d вот наш проект на джанга давайте создадим сразу чтобы было все у нас правильно new folder внизу запишем template ну и все наш у нас готовый проект джанга да теперь ребята сейчас я посмотрю теперь ребята вот мы с вами в курсе де я показывал ранее сервер там делали алиасы поэтому делаем себе алиасы я сделал мами ст коллег статик и д ru ран это ран сервер да можно и допустим по своему ну вы думаете что-нибудь да алиасы не буду объяснять как делать делали в курсе что найдете поэтому далее что что делаем давайте давайте чтоб она все корректно отработала я тоже там вам дал добавим то что необходимо да вот это можно просто пока папку все это убрать добавим папку для статики иначе она запросить media url media root папку утилиту для поиска статических файлов и дополнительных школе узнаете все это да то есть вот эти вещи все добавим далее обратите внимание не сказал что вот здесь в плагинах почитать всегда можно клавиши по умолчанию теперь нам надо правильно было бы давайте сделаем уже совсем правильно нажимаем проект и савы проект а с сейв проект а с мы видим что она тут и предлагает поэтому просто меняем название у нас проект и d до нажимаем сохранить это файл настроек это и d по сути дела здесь для нас что главное здесь для нас что главное здесь нам надо указать вот сейчас покажу как и nv мы можем даже указать и она всегда тут будет в этом проекте по сути делом мы могли добавить вот так пока настройки да так у нас высветила сейчас вот этот патч можно было бы так указать в принципе все вот это все нафиг удалить и по сути дела здесь у нас указано к нашему виртуального окружению но сейчас не к тому да то есть я должен указать свое виртуальное окружение для этого просто заходим и nv и dnv и nv ли бин вот так у нас получится все и у нас будет питон интерпретатор указано уже конкретно так у у у у у у у у у а я чё-то не понимаю немножко что что немножко не там я сохранил наверное хорошо откроем так мы даже можем вот так открыть а можем по-другому вот она у нас вот она у нас так это нам бы сохранить на другое место там нам она не надо поэтому пока просто скопируем делить дэвид так что люди вот здесь так как у меня до этого получалось на ничего сейчас сейчас разберемся а ну все спокойно открыл все теперь сохранилась просто надо было позакрывать те копии а то в разных копиях теперь все по сохранилась просто копии закрывайте все итак ну ну что ж вот наш проект и для нас settings здесь заполним сразу видим две кавычки ставится да все хосты все теперь 3 минус тогл панель мы помогли здесь виртуального окружения нету щас до work and так как у меня там было в баш в бар что этом где-то бумажка лежала пока не запомнил дран так все все верно мы находимся в папке сейчас какой pvd d и d смотрим ну понятно здесь у нас нету этого менеджопай менеджопай у нас вот здесь вы знаете вот стр минусом ну так я не делаю мне удобнее я вот покажу как я делаю для себя я открываю вот в этом редакторы обычный терминал просто создайте файл сохраните пути да и давайте сейчас посмотрим где у нас этот проект так менеджопай здесь есть у меня просто два монитора и я вам рекомендую чтоб у вас были все все пошло работать и так быстро и хорошо открываем новую просто вкладку и тут тоже делаем так же work on и тут у нас будет ран сервер все понятно написано что запустить сначала миграции все правильно значит запускаем миграции запустили теперь прерываем сервер и дран то что я забивал запускаем все отлично заработало все если мы сейчас откроем нажмем к контрол и клик да и на эту ссылочку то вот открылся наш сервер то и все работает дальше статику но я говорю если удобно то можно и здесь делать и здесь и тогда сервер мы здесь останавливаем контрол c нажимаем а здесь запускаем дран не забывайте это я себе алиасы сделал дальше нажали клик а ну тут видите тут не получается нажать терминале там получилось но в любом случае вот она работает все нормально все и так проект заработал все все окей теперь давайте допустим у ошибку какую-то urls патч 2 да ребят тут еще надо такая вещь как автосохранение вот здесь я не не мог никак понять да то есть вот видим работает да вот эти все видно вот смотрите сейчас нету ну когда нам сохранить то сейчас выдаст ошибку то есть сервер призагрузился где-то я делал сейчас посмотрю автосохранение но вы легко найдете то есть надо поставить автосохранение в общем сами поищите автосохранение соблайн да почему потому что вот видите вот все на им патч 2 не существует меняем или control c все сервер перезагрузился все видим что читаем здесь ошибки нормальная среда если поработать если установить нужные плагины то все будет окей то есть проблем не будет пожалуйста давайте попробуем пописать а патч то есть есть у нас подсказки кода еще понабираете в интернете посмотрите какие лучшие плагины для соблайн текст для именно для для python вот это знаю джанейра надо установить эмит но это на любителя до джанга менеджер командс тоже будет работать возможно там придется подстраивать я не знаю давайте попробуем control п джанга менеджер командс а там мы в начале помните урока была горячая клавиша control shift я уже забыл а наверно сейчас посмотрим вот маке migration всплывает терминал не настроены пути поэтому в принципе я не стал настраивать было мне удобней говорю открыт терминал если надо миграции провел быстренько вот так как я делаю да хотя можно работать покопаться с этим терминалом до да джанг команда тут и настройки все есть так ну разобрались по сути дела сложного здесь ничего нету почитаете в интернете проект запускается все работает ну а варианты свои какие то можете придумать но говорю мне удобней вот иногда в терминус так а иногда вообще я люблю вот так работать вкладке отодвинул на второй монитор либо сбоку либо у вас будет даже если оно свернуться то все равно да ну а терминус если установить что будет у вас то что здесь ошибки показывать дальше просто напросто набираете что хотите раз пока нет вот выдала ошибку все правильно control c и уже все нормально да все спасибо думаю разберетесь да в школе начинается обучение сайта spb-tut.ru возможно сайт будет по другому выглядеть скоро поэтому можно наблюдать как делается сайт bov.spb-tut.ru потом просто поменяются вам ничего кто участникам школы делать ничего не надо все спасибо 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 Продолжение следует...